Поздравляю с победой! Принципиальная была сегодня игра. Понимали, что очень нужно побеждать, чтобы выходить из группы. И по сопернику это было тоже очень сильно видно. Расскажи немножечко вообще изначально про настроение, про команду противника. Что-то о них знали или нет? Ну, ничего такого о них не знали. Настрой, не скажу, что прям боевой был. Команда, все мы видели, вышла расслабленной, недооценили соперников. Поэтому мы пропустили три мяча, проигрывали в первом тайме 3-1. Но по итогу собрались, это главное, выиграли, забрать три очка, вышли дальше. Перестроились, когда, да, горели, собственно говоря, 1-3. И вообще во втором тайме было понятно, что команда бежит вперед намного активнее, чем в первом. Что вам говорили на бровке во время перерыва? Ну, перерыв пошел команде на пользу. Все поняли, что легкой прогулки не будет, так как пропустили в первом тайме три мяча. Сегодня начали играть высокий прессинг, команда противника подсела, использовали их ошибки, играли в быстрый атакующий футбол, поэтому набрали шесть фолов, дальше били два дабл-пенальти, что помогло нам победить. Если бы не эти фолы, не эти ошибки соперника, как думаешь, как бы прошла игра? Ну, если бы не эти фолы, были бы моменты намного опаснее, чем даже дабл-пенальти, потому что фолы были очевидны, когда уже выходили 2-1, 3-1. Поэтому, я думаю, точно так же бы забили, и матч закончился бы по итогу точно так же. Какие планы у коллектива на плей-офф? С кем бы хотелось встретиться? Как будете следить за жеребьевкой? За кого болеть в вашей стороне сетки? Да, я не скажу, что кого-то хотим, определенного соперника, ни за кем так особо не наблюдаем. Но хотелось бы, конечно, поиграть с универсалом, команда интересная. С ними было бы интересно побороться, а так особо ни за кем не следим, никого не боимся и всегда отталкиваемся только сами от себя.